Добрый день, непривычно, кстати, говорить, добрый вечер обычно. Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Сухой Остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Теперь в новом формате, в новое время мы будем говорить о текущей ситуации на финансовых площадках. Кстати, я подумал, есть в этом все-таки позитив. Смотрите, я так для себя решил, что под конец, да, под закрыть торговую сессию мы уже итоги какие-то подводим. А сегодня мы будем говорить, да, о текущей конъюнктуре, и у нас остается еще маленькая толика надежды, что все будет хорошо. Вот в этом позитив, уважаемые друзья. Ну, если хотите, согласитесь со мной. Итак, мы начинаем наш разговор. В гостях сегодня я представляю моих гостей. Это Олег Подымников, начальник управления институционных операций АКБ Ланта-Банк. Добрый день, Олег. Добрый день. И Максим Зайцев, старший аналитик Нордкапитал. Добрый день, Максим. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас телефон в студии 6510-996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Все это, видимо, вам может пригодиться для того, чтобы позвонить, либо написать и задать свой вопрос моим гостям по поводу происходящих событий на финансовых площадках, ну, или просто поделиться собственным наблюдением. Ну, и начиная традиционный эфир сухого остатка, давайте я рисую картину маслом в Москве 15.05. Итак, что же происходит на этих самых финансовых площадках? Извините за тяжелый вздох, но сегодня по-другому дышать не получается у тех, кто какое-нибудь отношение имеет к финансовым рынкам, потому что вздох разочарования, наверное. РТС в моменте теряет 3%, 1363 текущая котировка, ММВБ почти 2%, 1358, ну, обвалом, наверное, стоит назвать подобную динамику. Все сегодня в красном цвете, но американцы, может быть, добавят какого-то позитива. Закрылись они, в принципе, тоже красненько в пятницу, но, в принципе, как бы остались в неком восходящем, да, восходящей динамике, в русле восходящего тренда. Смотрим на сырье и вновь вздыхаю я. Бренд подходит сверху к отметке в 100 долларов за баррель. Лайт уже ниже 90. То, что происходило с золотом в пятницу и сегодня, требует отдельного комментария. Может быть, даже специалиста, психолога нужно пригласить. Золото потеряло почти 200 долларов за две торговые сессии под конец пятницы и начиная с сегодня. Даже вот сегодня оно уже сходило, ну, один из недавних моих гостей, да, специалист Саксо-банка, предсказывал эти уровни 1420-1380. Вот сегодня потрогало золото 1380, но, наверное, послушало все-таки, все-таки гость уважаемый был, не могло отказаться. Наверное, странно это прозвучит, но, тем не менее, на валютном рынке Форекс особых изменений нет. Жесткие диапазоны и в евро-долларе. Ну, иеновые, может, чуть-чуть подкорректировались, но, я так понимаю, общую динамику не нарушают. Ну, и набор голубых фишек сегодня очень красный, очень красный. Ну, и достаточно сказать то, что, например, «Русгидро» теряет 7%, «НЛМК» теряет 6%, «Северсталь» теряет 6,5%, про боже мой, такие цифры-то. «ГМК» нужны некие три, про банковский сектор сегодня, 3,5%, «ВТБ» и почти 3% сбера. В общем, вот такая вот замечательная история. В кавычках, конечно, замечательная картина маслом. Давайте разговор начнем. Олег, к тебе первый вопрос. Что происходит вообще? Это конец? Ну, наверное, нет. Происходит, на самом деле, закономерная коррекция. Поводов для нее было более чем достаточно. Начиная там с прошлого года и весь, все начало текущего года поступали они периодически. О какой коррекции ты говоришь? Это коррекция нашего российского рынка? Да, да, именно сейчас речь о российском рынке. Сегодня данные по Китаю ВВП замедляются. До этого понижен рейтинг Китаю вместе с основными его сырьевыми компаниями. До этого мы имели там плачевное развитие ситуации на Кипре, и которая до сих пор продолжается, продолжает будоражить как бы рынки. Словения, Португалия, там, вопрос с мерами по жесткой экономии, да, которые могут быть свернуты заранее, да. Наконец, Северная Корея. Все эти факторы, они рано или поздно должны были возиметь свое действие, и как бы... То есть, пружина тогда, да, пружина, 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 пружина все время, так сказать... Что пружина? Натягивалась, натягивалась, и вот теперь выстрел. Кстати, Максим, как ты думаешь, американцы не поддержат динамику такую, очевидно, негативную? Или у них своя жизнь все же? Ну, пока к этому не идет. В принципе, сейчас у нас сезон корпоративной отчетности, и, как правило, это время для поиска идеи. Соответственно, рынок обычно в это время не сильно корректируется, то есть, скорее, растет, чаще всего это время для роста фондовых рынков. Если посмотреть первую отчетность, то, в принципе, она в какой-то части вызывает опасения, несмотря на то, что в основном это выходит лучшее ожидание. То есть, вот у нас и Alcoo показала прибыль лучше, и вот вчера JP Morgan и Wells Fargo считались лучшее ожидание. Но прослеживается одна такая неприятная тенденция, которая была и в прошлом квартале, то, что у компаний лучше растет прибыль, но при этом уменьшается выручка. Это значит, что, в принципе, речь идет о том, что невозможно бесконечно увеличивать прибыль за счет снижения издержек. Должен быть и экстенсивный рост. Кроме того, здесь не исключены какие-то бухгалтерские манипуляции. Тут еще, наверное, следует отметить то, что, в принципе, даже по API рынок США сейчас приближается к своим докризисным уровням. Если посмотреть среднее значение API за 10 лет, то там осталось 5-6%. И это, в принципе, все располагает к тому, чтобы американский рынок скорректировался. По крайней мере, если инвесторы после такого роста, это чисто поведенческие финансы уже идут, если они не видят продолжения роста, то они предпочитают после этого зафиксировать прибыль. Соответственно, начинается коррекция. И, соответственно, наш рынок в этом случае тоже себя не очень хорошо покажет. В том плане, если мы опять говорим о коррекции, у нас она уже началась. Сейчас, не дай бог, если американцы тоже подумают, что пора фиксироваться, мы полетим еще веселее. Я думаю, что период корпоративной отчетности как-то может отодвинуть этот момент. Но в целом предпосылки к этому есть. В том числе в свете первых отчетов, которые вышли, то, что мы видим, что нет роста выручки, это говорит, в принципе, о том, что роста экономики тоже нет. Потому что такие банки, как JP Morgan, Wells Fargo, тем более у Wells Fargo, там значительная доля ипотечных кредитов у него, считалось, что рынок недвижимости должен показывать хороший перформанс. Он должен более-менее лучший результат показать, по крайней мере, по выручке. По-моему, Сити сегодня отчитывается. Так что, в принципе, да, есть пока предпосылки для того, чтобы, наконец, американский фондовый рынок скорректировался. Если говорить о российском, то, наверное, здесь следует выделить самый главный фактор – это цены на нефть. Я помню, мы с вами полгода назад в программе обсуждали, я говорил, что у меня российский рынок вызывает опасения в связи с недавними прогнозами Минэнерго США. Не знаю, можно ли им верить. Вы сказали, давайте поверим Минэнерго США. Минэнерго США тогда опубликовал прогноз, что цены на нефть бренд через два года будут ниже 100 долларов. И на прошлой неделе, тем, кто не поверил на Минэнерго США, ОПЕК еще публиковали прогноз по снижению спроса цен на нефть. Поэтому российский рынок, в принципе, он очень сейчас выглядит непривлекательно. Заложник обстоятельств. Олег, если вернуться еще раз к отчету, китайскому отчету сегодня, да, негативный по ВВП, и, по-моему, промпроизводство там сегодня как-то хуже ожиданий вышло. 8,9 против 9,9 в марте. Вот, учитывая, что и валятся сырьевые активы, и наши металлурги, да, в лидерах падения, это напрямую связаны две вещи? Ну, безусловно, состояние экономики Китая там напрямую отражается на перспективах, в принципе, цен на руду, на металлы, на энергоносители, да. То есть здесь нельзя остаться в стороне, да, там, компаниям этого сектора, в принципе, при ухудшении ситуации. Я понял. Хорошо, хорошо. Тогда еще один момент, важный момент, мы о нем не упомянули, хотя, может быть, ну, ваше мнение меня интересует. Закончились выборы Венесуэли, вы знаете, да, сторонники Чавеса пришли к власть, хотя там начинается опять это модное везде сейчас, да. Нигде невозможно сразу же выиграть выборы, потому что, значит, обязательно те, кто проиграл, будут бить себя кулаками в грудь и требовать пересчета голосов. Ну, как бы то ни было, напрямую будет это связано с ценами на энергоносители, Максим, как думаешь? Я думаю, что нет, наверное, Венесуэл это не та страна, которая вот кардинально может что-то здесь изменить. Я думаю, что сейчас цен на сырье определяют два фактора. Это, во-первых, то, что нет, не чувствуется восстановление пока мировой экономики, несмотря на все усилия ФРС. Но ФРС это не, она может что-то сделать для США, это не весь мир. Ну и делает, да, все-таки. Да. И второй фактор, это разработка альтернативных источников энергии, сланцевую нефть, газ. То есть, пока речь идет о сланцевом газе, конечно, в первую очередь. И в связи с чем, вот пока не видится перспектив особых для укрепления цены на сырье. Я понял, я понял. Как ты думаешь, Олег, Венесуэла будет каким-то триггером здесь, слово страшное такое? Ну, Венесуэла, безусловно, довольно весомый член ОПЕК и своими действиями там существенно как-то влияет на их мнение. Но, скорее, здесь более важный фактор немножко в другом. Там буквально 2-3 недели назад прошло одно событие, да, которое осталось практически незамеченным. А именно США сняли запрет на, соответственно, поставки нефти из Ирана в Евросоюз. Да, в основные страны, в том числе Японию, Германию, вся линейка практически основных потребителей. Реально... Олег, извини, пожалуйста, прервемся, новости на Финал ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Пока непривычное время, но, тем не менее, сухой остаток на Финал ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Олег Подымников, начальник управления институционных операций АКБ Ланта Банк. И Максим Зайцев, старший аналитик Норд Капитал. Еще раз я напомню, у нас есть телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. У нас есть адрес сайта финал.фм. Все это можно использовать для того, чтобы задать свой вопрос. Моим сегодняшним гостям. Или поделиться собственным наблюдением. Ну, по крайней мере, поговорить-то есть о чем. Еще раз повторю, сегодня день абсолютно негативной динамики. Медведи, как принято говорить, да, правят бал сейчас на финансовых рынках. Ну, если как минимум сосредоточиться на российском рынке. Давайте на нем сосредоточимся. Итак, что можно сказать, ну, по поводу текущей динамики понятно, но давайте так. Что может остановить, Максим, на твой взгляд, что может остановить вот это вот, ну, пока, можно сказать, обвальное падение на российском рынке? Ну, на самом деле есть такой фактор, он чисто технический, то есть фундаментальных я особо не вижу сейчас. Такой технический фактор, это опять же сводится к ценам на нефть. Если мы посмотрим на последние несколько лет, как себя вела нефть, то 100 долларов – это очень мощный уровень поддержки. Не раз бывало, когда продавали вот до этого уровня, до 100 долларов, и уже ниже начинали покупать, и там покупали вплоть до 120 долларов. То есть это очень сильный уровень поддержки. Единственный момент, что когда-нибудь такие вот уровни, они бывают, не срабатывают. И фундаментально вот сейчас вот, если вспомнить то, что Олег вот говорил, то, что Ирану разрешили экспортировать нефть. И в целом каких-то улучшений в мировой экономике мы не видим, и Китай замедляется. Фундаментально все должно привести к тому, что все-таки как бы сейчас не очень подходящий момент для покупки. Но если вспомнить предыдущую историю, за последующие несколько лет всегда выкупали. То есть фундаментально куда ни посмотри, да, нет оснований для того, чтобы... Да, но технически от 100 долларов покупают нефть, и возможно вместе с нефтью, если это произойдет в очередной раз, то выкупят и наш российский рынок, исключено. Штаты пока там говорить о какой-то коррекции серьезной нет смысла, ее пока нет. Но не растут и растут, да. Индексы обновляют исторические максимумы. Тем более мы некоторое время назад, опять говорили, да, вот мы по СНП смотрели вблизи исторических максимумов. Ну, есть вероятность того, что начнется коррекция. Но тем не менее, прошли их, да, эти максимумы, и никто даже и не заметил, собственно. Олег, на твой взгляд, да, вот сейчас 100 долларов недалеко, может это привести хотя бы к остановке действительно вот этого падения, а может быть и отскоку, коррекции, там, как это посмотреть, с какой стороны посмотреть? Цена на нефть, безусловно, важный фактор, один из самых важных на российском рынке, но в данном случае там действует еще несколько факторов, не менее важных. В частности, там, отток капитала существенный, который там просто бьет рекорды, там, нескольких лет, там, отток за неделю, да, там, с начала года он уже порядка, по-моему, миллиарда. Да. Вот, соответственно, что тут можно, чем тут можно помочь? Ну, если помните, там, в кризисные года была программа покупки вебом акций российских компаний. Ну, возможно, вот такая схема сейчас бы помогла, да, потому что все остальные факторы, к сожалению, там, пока говорят все-таки за продолжение снижения. А насколько реально это, Максим? Я думаю, это реально, но я сомневаюсь, что на это сейчас пойдут, потому что сейчас рынок не на тех уровнях катастрофических, потому что, если брать отдельных эмитентов... То есть, если сравниваете с кризисным? Да, безусловно, тогда действительно все было дешево, просто не было денег в системе, чтобы купить, потому что ставки на межбанковском рынке, они там были за 20%, это просто нонсенс. Тогда не было денег, сейчас действительно есть предпосылки для фундаментального снижения, здесь и веб может, ну, я не знаю, я вообще не сторонник даже того, чтобы наши пенсионные деньги в наш фондовый рынок нести, потому что у нас очень специфический рынок, его капитализация просто не очень большая. Все-таки у нас очень много компаний, они предпочитают занимать деньги на долговом рынке, а не на рынке акций. Поэтому не думаю, что сейчас те уровни, опять же, если, допустим, взять тот Газпром, перепроданный уже, да нельзя, который там по ПИ 3,5 торгует, если посмотреть по ПИ, да, действительно бумага дешевая. Если посмотреть мультипликатор Price to Free Cash Flow, цена к свободному денежному потоку, что, собственно, и интересует акционеров, сколько денег останется после того, как будут капитальные затраты все произведены, то компания относительно зарубежных аналогов не выглядит очень дешево. Там цена к денежному потоку свободному, она за 20 сейчас, и у многих зарубежных компаний значительно ниже этот показатель. Поэтому вопрос, с учетом перспектив нашего рынка, с учетом перспектив компаний по темпам прироста прибыли, то есть мы видим, сейчас вот отчитываются российские компании, у многих результаты хуже и по прибыли, и по выручке. Ущественно, да? Мы видим, что сейчас не момент совсем для инвестирования в российские акции, поэтому я не знаю, рискнет ли ВЭП взять на себя такую ношу, потому что тогда, да, получилось, потом продали очень хорошо, сейчас это вопрос. Ну и опять, видимо, надо согласиться, да, все уровни, а восьмого года еще, так сказать, еще впереди, еще впереди. Ну ты сам лично, как участник фондового рынка, воздерживаешься, пока так не торгуют? Да нет, мы безусловно в позиции, причем в позиции, которые сейчас приносят как раз деньги. Вот, эта позиция довольно давно была сформирована, да, и как бы, в принципе, поддерживается от нейтральной до слабонаправленной такой позиции, да, потому что мы торгуем в основном опционы. Как бы, фикс-тинком большая доля у нас тоже, поэтому мы сейчас себя чувствуем достаточно комфортно. Ну опять, да, я так говорю, комфортно сейчас чувствует себя, может, человек, который, во-первых, дефицифицируется, да, во-вторых, использует производные инструменты, потому что тупо сидит в рынке акций. Совершенно верно, конечно. Это значит, априори, это активная торговля идет, получается. Ну да, да, не классическое инвестирование, да, вот купил и жду, и надеюсь на дивиденд, и чего-то надеется, непонятно. Есть звонок, причем звонок по золоту, за эфиром мы обсуждали с вами возможность, так сказать, посмотреть на этот актив. Давайте послушаем. Павел, добрый вечер, добрый день, пардон, вы в эфире говорите. Добрый, добрый. Скажите, вопрос. Мы видим, что золото падает не только в нашей стране, а где? Еще раз скажите, очень плохо слышно. Золото падает не только в нашей стране, оно падает и везде, причем падает глобально. Ну это очевидно, оно не может только в нашей стране падать. А скажите, это связано как-то с продажей позавчера бумажных артистов золота на огромную сумму? Еще раз, позавчера? Да. Повторите вопрос, просто очень плохо слышно. Свяжно ли это как-то с продажей огромное количество бумажных долговых расписок по золоту? Бумажных долговых расписок? Бумажных, бумажных, да. Я понял. Спасибо за вопрос. Спасибо. Максим. Не совсем понятно, о каких долговых расписках идет речь. Чьих, да? Да, чьих, да. Но я могу сказать, что нет, кто бы там не имитировал долговые расписки, в принципе, это по ценам на золото ударить не может. Был другой фактор, это то, что Кипр объявил о том, что собираются продавать свои золотые резервы для того, чтобы хоть как-то возместить этот ущерб. И, в принципе, для многих инвесторов просто стало понятно, во-первых, это увеличение предложения какое-то весомое на рынке. Да, существенное, помните. А во-вторых, для инвесторов стало понятно, что это вовсе не защитный актив, то, что его примером могут последовать и другие центральные банки. В принципе, сейчас не прослеживают тенденции, чтобы центральные банки существенно увеличивали свои золотые резервы. То есть, как раз-таки, больше сейчас в долговые инструменты вкладываются, поэтому, скорее всего, фактор Кипра здесь тоже сыграл свою роль. И мы лишний раз убедились, что золото это такой же товарный актив, как любой другой, то, что на него тоже может увеличиваться предложение, спрос падает. И существенно, да, и резко все это может происходить. Олег, добавишь что-то по поводу золота? Безусловно, снижение на 200 долларов за день, это не есть какой-то фундаментальный фактор. Это какая-то ситуация, скорее всего, это действительно какая-то продажа. Не уверен, что это расписки. Это может быть, в принципе, физическое золото, кто-то продал на межбанке. Возможно, это ЦБ Кипра, хотя они опровергали эту информацию. Тем не менее, риск таких резких снижений в том, что неизвестно, когда этот продавец прекратит продажу своего объема. Сколько у него еще, неизвестно. Тем не менее, многие начинают покупки, причем небольшими партиями, усредняясь. И, возможно, это не самая худшая сейчас стратегия на рынке золота, потому что основной индикатор последнего времени пара евро-доллар, она, в принципе, на месте стоит. То есть, тут для золота ничего не изменилось. Абсолютно верно. Мы там все время корреляции отслеживаем, но золото пятницу и сегодня живет своей жизнью. Да, совершенно верно. Поэтому в ближайшие дни могут быть довольно напряженными, но мы, по крайней мере, смотрим на золото довольно позитивно, потому что рост риска, в принципе, в системе так или иначе будет подталкивать к спросу на золото. Ну, то есть, фундаментально, да, позиция не изменилась, а вот то, что происходит последние два дня, я, наверное, тоже соглашусь, это какие-то спекулятивные истории, связанные с распродажами большого количества, ну, или с желанием эту распродажу сделать. Ведь подтверждение того, что Кипр, да, начал активно избавляться от золота, от золота валютного запроса, еще нет, а разговоры об этом могут вот провоцировать. — Вообще, вот в целом, если посмотреть за последнее время, что происходит на рынках, то вот эта вот ситуация, когда происходит риск-он-рисков, то есть включается спрос на рискованные активы, потом идет перекладывание в более надежные активы, она, в принципе, и сейчас изменилась, сейчас этого не наблюдается вот в последние там несколько месяцев, вот с начала года, по крайней мере. Вот мы, например, видим то, что растет американский рынок акций, и вместе с ним растут казиночейские облигации США, хотя обычно... — Да, обычно все наоборот. — Обычно отрицательная корреляция между ними, то есть укрепляется доллар, опять же, на растущем рынке акций. — Это уже нелогично, да? — Да, то есть как-то какие-то фундаментальные вещи, которые действовали до сих пор, они в настоящий момент как-то раскоррелировались, какие-то другие, то есть... — Идеи, да, идеи. — Да, видим сейчас больше инвесторы смотрят не на, даже не на активы, а на регионы, куда вот, то есть сейчас все идут в США, то есть туда инвестируют, вне зависимости от класса активов, то есть в этом смысле, возможно, золотом что-то перестанет работать, когда вот перестанут его покупать вот именно на падающих рынках, тем более, что в последнее время я особо и не наблюдал обратной корреляции с фондовым рынком, то есть... — Оно и жило как-то своей жизнью. — Ну, в любом случае, действительно, да, в очередной раз надо повторить, что жизнь меняется, не стоит на месте. Сейчас новости на Финам.ФМ потом... — Итак, друзья, продолжаем, продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. В гостях Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланта Банк» и Максим Зайцев, старший аналитик «Нордкапитал». Я вернусь еще раз и подчеркну вот эту вот мысль, которая из уст Максима прозвучала. Я думаю, вы все с ней согласны. То, что действительно вот в нынешние... Сложно сказать, да, с какого это момента. Три месяца назад началось, полгода назад, год назад началось. Но очевидно, что какие-то классические взаимосвязи, вот эти классические корреляции между основным набором инвестиционных инструментов сейчас либо разорваны, либо как-то иначе выстраиваются. Ну, и вот самый классический пример, когда растет рынок акций и в то же время, да, укрепляются долговые обязательства, растет доллар. Это я все про американские, да, площадки. Ну, никогда такого не было, что все это в куче. Все это в куче. Но, тем не менее, это так. Итак, давайте продолжим наш разговор. Собственно, вернемся опять к российскому рынку. Очевидно, очевидно, оба мои гости это произнесли в нынешний, конкретно в нынешний момент. Неинтересен российский рынок акций, да, не, наверное, и для... Среднее, может быть, ну, долгосрочное. Единственное, что если кто-то покупает в долгосрок, да, то предполагает, что даже на нынешних уровнях можно что-то подбирать, вот. Допуская, что с этих цен еще может существенное снижение быть. А в принципе, вот, значит, дождаться нам какого-то, как всегда мы это... Как всегда принято говорить, да, дождаться какого-то дна, да, дождаться какого-то основания, почувствовать это основание. Ну, пока, тем не менее, да, снижение продолжается. Посмотрим, что может быть интересно сейчас для инвестора. Собственно, в качестве альтернативы традиционно мы берем либо долговой рынок, да, Максим? Как ты думаешь? Долговой рынок. Ну, да, сейчас к нему повышенное внимание. Все говорят, что вот настало время, покупайте. Тем более, что по российским облигациям есть определенная премия, доходности выше, в том числе и в долларах, и в рублях. То есть выбирайте, я не знаю, в принципе, процентные ставки на долговом рынке, они тоже, они вот в отличие от рынка акций, они на исторических минимум. И, в принципе, как-то тоже немножко боязно покупать, по крайней мере, какие-то длинные выпуски, там, на 10-20 лет, на которых можно в основном и заработать, когда процентные ставки снижаются, такие выпуски получают хорошую переоценку. Наверное, я бы не рекомендовал. То есть если вкладываться сейчас в какие-то облигации, то это обязательно на короткий срок какой-то, потому что, в принципе, я ожидаю то, что, несмотря на то, что как бы ЦБ собирается взять курс на снижение процентных ставок, я все-таки ожидаю, что на рынке не исключено коррекция вверх по процентным ставкам. Потому что в условиях, когда себя экономика не очень хорошо чувствует, вот тут именно эконом развития опубликовал свой недавно прогноз, говоря о том, что вполне возможно, что Россия даже войдет в рецессию в течение этого года. Растет премия за кредитный риск и, соответственно, она сейчас тоже минимальна. Соответственно, обязательно будет какая-то коррекция и на долговом рынке, поэтому только какие-то короткие инструменты или в облигациях, или на депозитах лучше сейчас хранить деньги на год, на два, но не более. То есть, чтобы потом можно было переложиться по более высоким ставкам. Вот как-то так. Я понял. Олег. Олег. Что ты скажешь по этому поводу? Я скажу следующее, что в принципе рынок бандов, рынок корпоративных государственных облигаций, он в принципе намного безопаснее рынка акций. Даже возможная коррекция ближе к маю и дальше не приведет к снижению цены облигаций на процент полтора. То есть, даже если это будет, это все равно снижение гораздо ниже, чем мы видим по РТСу, минус 13% с начала года. То есть, наоборот, я склонен рекомендовать частным инвесторам, наоборот, рынок корпоративных бандов, в том числе даже и от года, и три года, наверное, потому что это намного безопаснее, чем сейчас инвестировать в акции, совершенно однозначно. Кроме того, действительно, как уже заметили, в случае снижения ставок ЦБРФ произойдет там какой-то небольшой рост, снижение доходности, но это, в принципе, будет определенным позитивом. Кроме того, хотя и отыгран сейчас уже фактически фактор прихода Евроклир, по крайней мере, такой консенсус сейчас на рынке, тем не менее, в долгосрочном плане он все равно будет продолжать действовать. Да, западные инвесторы так или иначе придут сначала в госбанды, затем будут постепенно подбирать и корпоративный сектор. Поэтому мы исключительно позитивно смотрим на этот сектор, тем не менее, нужно обязательно проводить анализ, смотреть компании, смотреть фундаментал. Потому что все мы помним, как в 2008 году была там серия дефолтов, потеряли деньги инвесторы, поэтому никакая рекомендация не отменяет собственный анализ. Это правда, это правда, и мы не говорим сейчас. Единственный момент, вопрос, в чем вкладывать? В рублях, в долларах? Ну да, да, сначала мы как бы ориентируем, извини, Максим, мы ориентируем ответ для профессиональных инвесторов, да, и наверняка для них будет доступна, да, понятна, так сказать, вот эта рекомендация, да, смотреть на инструменты долгового рынка. Но для неквалифицированного инвестора, что называется, для обывателя… Я думаю, что этот вопрос интересен для квалифицированного инвестора, потому что ставки существенно отличаются. Если мы возьмем ставки в долларах, то там, ну вот если брать срок 1-2 года, то это 1-2% доходности, и кому это интересно. Всего лишь, да? Всего лишь. Да. Если мы возьмем в рублях ставки, то да, безусловно, там будет 5-6%, если мы говорим об ФОЗ. Но тогда вопрос, насколько рубль снизится в течение года, потому что пока что факторов в пользу укрепления рубля мы не видим. Так что тоже, если брать российский долговой рынок, все не так однозначно. Не так однозначно. С одной стороны, да, у вас есть некая возможность заработать на процентах, да, по облигации, но факторы валютного риска ни в коем случае нельзя здесь отставлять в сторону. Кстати, если говорить все-таки о текущей ситуации на валютном рынке, доллар-рубль сейчас торгуется в районе 31-40, и опять мы видим, да, ослабление рубля против, ну, или укрепление рубля, доллар в данном случае. На ваш взгляд, Олег, вот эта тенденция в ближайшее время продолжится, да, и ее основания, основания для нее, фундаментальные, может быть, или технические, как и сейчас? Ну, безусловно, ранее мы уже видели подъем курса доллара, да, да, 31,7 и чуть выше, да, который затем резко был прекращен. Прекращен там по одной основной причине, да, интервенции КСБ. За четыре сессии он продал примерно на 5 миллиардов рублей валюты, да. Последние три сессии интервенции не было, вот. Сейчас уже мы подходим к такому уровню, да, 31,5 где-то, где не исключено, что КСБРФ вновь начнет продавать валюты, чтобы поддержать курс. Если это начнется, там мы можем снова увидеть откат к уровню 31. Ну, то есть в ближайшей перспективе вот этот диапазон может сохраниться, да, там, грубо, 30,80, 31,80? Ну, в ближайшей перспективе возможно, но в целом сейчас факторов больше наслабления рубля, и я бы здесь не стал надеяться на ЦБ, потому что это какой-то краткосрочный только фактор. То есть если фундаментально, да, будет ситуация ухудшаться, то он просто отойдет в сторону? Там тот объем интервенций в рамках вот своей политики, которую вот он вправе проводить, он в принципе меньше, чем там ежедневный объем торгов. То есть после этого он смещает верхнюю границу, то есть он проводит эти интервенции, смещает. Вот этот вот объем, который вот он проводит, может провести, он в принципе меньше, чем дневной объем торгов. Поэтому если что-то начнется, если инвестору не будет нравиться рубль, здесь ЦБРФ... Не поможет, не поможет. Да, и даже не станет пытаться особо что-то удержать, потому что в принципе это негатив для экономики. Сильно рубль сейчас не нужен абсолютно никому. Хорошо, если увидим действительно ухудшение фундаментально, там каких-то внешнего фона, да, существенного ухудшения, и ЦБРФ не особенно будет сопротивляться, куда может уйти пара доллар-рубль, Максим? Ну, я думаю, что в диапазон 32-33, но пока я такой прогноз не даю, но я думаю, что это при пессимистическом цене. Ну опять, да, при сильно пессимистическом цене. Вполне реально. Олег, где ты видишь доллар-рубль, если так все нехорошо будет? Ну, скорее, ближе к верхнему диапазону, 31-8-32. Тем не менее, однозначно, роль ЦБ тут нельзя преуменьшать. Это показывает любая статистика по интервенциям. Там, тут даже не важно, сколько продает ЦБ, важно, что он вообще, в принципе, продает. Да, и как бы для спекулянтов это явный признак того, что, как бы, ЦБ смотрит на курс иначе, чем смотрит рынок. Руку на пульсе держит. Да, главное, что... Что касается ЦБ интервенции, тут есть еще один такой фактор. Дело в том, что ЦБ не отслеживает доллар-рубль, динамику, он отслеживает бивалютную корзину. И в случае, если евро все-таки пойдет вниз, пока более-менее держится, но не исключено... Ну, имеется в виду, что если на Форексе, да, евро-доллар вниз пойдет, то евро-рубль тоже... Да, соответственно, бивалютная корзина, да, она... Так она рассчитывается к евро и к доллару, она, соответственно, более устойчива будет, то ЦБ тут не станет вмешиваться. То есть бивалютная корзина останется устойчивой, хотя... То есть, условно говоря, ослабление рубля против доллара в какой-то степени будет, да, компенсироваться усилением рубля к евро, если тот начнет падать на Форексе, да? Да, именно так. Забавно, такой хедж своеобразный, да, у ЦБ есть, Российской Федерации. Здесь он откажется от интервенции, то есть... И тогда там все зависит от того, насколько просядет евро-доллар. Да, ну и, наверное, опять нужно напомнить, да, что во многом еще все зависит от того, насколько будут устойчивы нефтяные котировки, да, повторю еще раз, вот. Нефть марки Brent, на нее в основном смотрим, ориентируемся, подходит уже к 100 долларов. Сейчас, правда, небольшой отскок, ну и везде я наблюдаю, сейчас небольшой отскок формируется. Именно с этим, кстати, было связано мое сегодня сступление. Вот в Москве всего лишь 4 часа дня, до конца торговой сессии еще достаточно времени. Может быть, этот отскок на конец, на закрытие, да, сегодняшних площадок и сформируется. Ну, поживем-увидим, собственно, поживем-увидим. Итак, вернемся на рынок акций. Если не возражаете, хотя я понимаю, что сложно сейчас говорить, да, учитывая текущую динамику. И тем не менее, если поговорить о сегментировании, да, о неких отраслевых идеях, вот, на ваш взгляд, все-таки, в случае улучшения внешнеэкономической ситуации, в случае улучшения внешнего фона, что будет наиболее востребовано, ну, наверное, все-таки в краткосроке. Максим, как ты думаешь? Я думаю, что в первую очередь надо смотреть на сектора, которые, в принципе, чувствуют и в данный момент себя лучше рынка. Это, в первую очередь, ритейл. Я не знаю, в принципе, так наш рынок весьма ограничен, то тут как-то сложно. Ограничен, именами ты имеешь в виду, да? Именами, да, тут сложно. И именами, и секторами тоже сложно. Допустим, на рынке США неплохо сейчас показывают акции здравоохранения. У нас, фактически, они никем не представлены, поэтому здесь сложно что-то. Но, в принципе, ритейл – это вот компания, которая, в принципе, показывает неплохой перерост операционных результатов. Это Магнит, X5, то есть, в принципе, они могут показать себя лучше. И в случае, если рынок будет падать, и в случае, если он будет расти, они, в принципе… То есть, в случае падения будет защита некая, да? А в случае роста тогда он будет в авангарде. Да, да. То есть, ну, не знаю, насколько в авангарде, конечно, но, в принципе, сейчас, как бы, ожидать сильного роста не приходится. Поэтому, наверное, лучше вот на этот сегмент обратить. Что-нибудь другое рекомендовать? Я не знаю. Акции финансового сектора довольно, в принципе, страшны на таком рынке, потому что у них, в принципе, высокая бета, то есть, они очень волатильны. Поэтому, опять же, Сбербанк, он выглядит достаточно недешево по сравнению с зарубежными аналогами ВТБ. Там есть определенные проблемы с качеством активов. ВТБ, да, продолжается. Да, другие сектора электроэнергетика и металлургов. Вот, коллеги сегодня шутили мои по поводу того, что компания вообще пора дилистинговать уже. Такая там ликвидность, и они только падают. Вот. Поэтому я не знаю, что на российском рынке выбрать. Наверное, следует помнить и о глобальной диверсификации, посмотреть что-нибудь из-за рубежа. Сейчас мы продолжим все-таки поиск идей на российском рынке. Давайте новости послушаем еще раз. Итак, друзья, последняя часть эфира. Быстро как-то он сегодня пролетел. Может быть, это потому что днем. Мы продолжаем поиск интересных идей. Звучит не очень убедительно, конечно, на падающем рынке российском. Но, тем не менее, поиск интересных идей мы продолжим. Сейчас я единственное, еще раз представлю, что в гостях сегодня Олег Поддымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланка Банк» и Максим Зайцев, старший аналитик «Нордкапитал». Собственно, Олег, тебе слово, на твой взгляд. Ежели в какой-то момент все же ситуация с внешним фоном как минимум улучшится, наверное, мы можем в этой ситуации надеяться на отскок и на отечественном рынке. На что посмотреть в первую очередь? Ну, пока картина поведения акций основных компаний там прямо, скажем, нерадостная. С начала года в плюсе всего две компании. Там Аэрофлот и, соответственно, МТС. Остальные все там от слабого минуса до 38 по АвтоВАЗу, Северстали. Падение. Это с начала года только, да. Что порекомендовать, когда, если там падение приостановится или там завершится, да. Ну, наш отечественный рынок довольно беден представителями конкретных секторов, за исключением, наверное, энергетики, да. Но частным инвесторам, безусловно, стоит все-таки обращать внимание на наиболее сильные компании все-таки. Это там Сбербанк, Лукоил, Сургут, возможно, Уралкалий. Все идеи отраслевые так или иначе сопряжены с риском вложения второй, третий эшелон. Это требует довольно фундаментально обоснованных решений, да. И, как бы, тут уже в зависимости от конкретной акции будет зависеть там тот результат, который будет получен. Но, наверное, не рекомендовал бы, как бы, смотреть на Росгидро, не рекомендовал бы Газпром, не рекомендовал бы, наверное, Ростелеком, вот Северсталь, АвтоВАЗ, да. То есть эти компании, которые, по крайней мере, сейчас выглядят слабее, вот, должны произойти существенные изменения там как в корпоративном плане, так и, в принципе, в глобальных перспективах, в принципе, отраслей. Именно отраслей, да? Да, безусловно. Максим, добавишь? Ну, в целом согласен, да. То есть, если говорить о каких-то секторах, то действительно там, вот, ритейл, то тоже там ликвидность не очень, но, в принципе, если покупать долго, то можно вот это ритейл, телекоммуникационная отрасль, это МТС, Мегафон, вот, в принципе, какие-то циклические сектора, там, нефть и газ пока страшно брать, потому что мы видим, что с ценами на сырье, возможно, Сбербанк, но, действительно, Сбербанк, да, как альтернатива. То есть только потому, что он Сбербанк? Потому что это, в принципе, для зарубежных инвесторов это достаточно привлекательный банк, в том смысле, что, допустим, одна из самых низких просрочек в кредитном портфеле, вот, по сравнению, там, с американским банком, если брать, он гораздо, вот, в этом смысле интереснее. Но, опять же, по прайс, ну, цена к балансовой стоимости, он выглядит достаточно перекупленным, потому что там существенно выше единицы, тогда как у американских банков некоторых там и до половины не дотягивает. Я понял. Ну, забавно мы говорим об инструментах российского рынка, и каждый из них выделяем как штучный товар, такой, да, такую жемчужинку практически. Так, хорошо, давайте тогда немножко отвлечемся от российской действительности, посмотрим, ну, не потому что там лучше или хуже, просто потому что мы ее не обсудили, а точнее коснулись только ее части, ситуация в еврозоне, да, связанная ли с Кипром или вне отрыва от Кипра, хотя, наверное, сложно отрывать, да, эти две вещи. Как вы думаете, в ближайшей ситуации, Максим, что будет происходить в еврозоне, экономический рост, рецессия, ну, и продолжение, усугубление банковского кризиса, может быть? Рецессия, безусловно, да, все-таки в качестве позитивного момента можно отметить то, что, в принципе, идет тенденция к уменьшению дефицитов бюджета в большинстве стран еврозоны, и, в принципе, вот вся эта ситуация не очень хорошая с Кипром, в принципе, как-то, на мой взгляд, рынки неплохо отреагировали, не было существенной коррекции в доходностях по облигациям стран ПИКС, ну, разве что, если Греция там, там свой рынок уже отдельный, абсолютно неликвидный. И мы видели, что евро, в принципе, устоял, то, что он сейчас выше 1.30 торгуется, то есть, в принципе, говорить о том, что какой-то массовый отток капитала из еврозоны в результате вот всей этой ситуации с Кипром произошел, пока не приходится. Пока не приходится? Пока не приходится, да. То есть, в принципе, там более-менее, пока, скажем так, медленно сползающая, экономика медленно сползает вниз по-прежнему, но в то же время какой-то, вот, скажем, какой-то уровень поддержки они нащупали, то есть, и выглядит все сейчас не так уж и плохо, в принципе. И евро, может быть, относительно доллара, это, опять же, чисто фундаментально, я не буду говорить о том, не рекомендую к покупке, смотрится неплохо с тем, что вот ЕЦБ, в принципе, не проводит такую мягкую денежную кредитную политику, как это делает ФРС, то есть, он, в принципе, понимает, что ему важно поддерживать курс евро на стабильном уровне, потому что в еврозоне нет кризиса ликвидности, там и так ставки на межбанковском рынке вблизи нуля, там есть кризис доверия, и если евро сейчас начнет дальше опускаться вниз, то, соответственно, как бы не очень интересно будет и суверенная облигация еврозона. То есть, кризис доверия еще усугубится именно этим? Да, да, поэтому, в принципе, в этом смысле, как бы, более жесткая денежно-кредитная политика и снижение дефицита бюджета, в принципе, делают евро не самую плохую валюту, в принципе, сейчас. Я понял. Олег, как ты думаешь, продолжение ситуации, вот, в еврозоне, я имею в виду, связанной с банковским кризисом, финансовым кризисом, стоит ждать в ближайшее время? Ну, тут два момента. Во-первых, безусловно, там, за последние 2-3 года, как бы, власти и Евросоюза проделали там, там, очень большую и важную работу по, как бы, корректировке вообще фундаментальных принципов взаимодействия между странами, да, и, там, действий ЕЦБ, вот, создание нескольких, там, фондов по спасению, да, как бы, слаженное, в принципе, действие министров финансов. В то же время стоит отметить как раз ситуацию с Кипром. Потому что она показала многим, что либо власти Евросоюза в отношении нескольких стран или некоторых стран будут действовать не так, как, грубо говоря, в отношении основополагающих, да, компаний. То есть есть некие исключения исправлены. Либо не будут действовать вовсе, да, то есть, в частности, практически дошло до отмены, там, гарантированных, там, 100 тысяч по депозитам, да, и, как бы, и инвесторов очень беспокоит именно вот такое поведение, да, потому что неизвестно, как будут действовать власть в отношении, например, Словении, да. То есть и это, ну, увеличивает риски, в принципе, по еврозоне. В то же время стоит следить за ситуацией сейчас в основном это Италия, которая доставляет, потихоньку добавляет негатива, да, в плане того, что не создано правительство до сих пор. Планируется рост госдолга на 3%, как бы, реально власти пытаются уйти от сокращения бюджета тем или иным способом. Это, в принципе, такая, довольно существенная мина замедленного действия, в принципе, в экономике Евросоюза. Поэтому стоит пристально следить и не стоит думать, что, в принципе, все проблемы позади. — Я понял. Вот, кстати, на первые полосы сейчас Словения вышла, да, мы обсуждаем ситуацию там. Корректно опять сравнить, помните, мы некоторое время назад уже и про Кипр говорили. Ну, что там Кипр? Вот, практически ничего не стоит там внутри еврозоны. А оказалось, вон что. Может какая-то неожиданность со Словени с этой точки зрения? — Я думаю, что... Нет, действительно, Кипр по сравнению с масштабом еврозоны — это не что. Просто сам по себе прецедент довольно неприятный, потому что речь шла, о государственном долге, и это решили решить эту проблему за счет вкладчиков, да. Но тут, я думаю, что Кипр просто попал под раздачу, потому что, как бы, логика, скажем там, тех же там других стран, почему мы должны платить за то, что вы у себя устроили офшор, то есть вы не хотите брать большие налоги, а почему мы должны вам сейчас помогать? То есть здесь именно вот такой был показательный момент, такая показательная порка, я бы даже сказал, да. — Ну, похоже на то, да. — То есть именно здесь вот такие вот специфические особенности, и думаю, что, в принципе, для еврозоны, для ЕС, МВФ, ЕЦБ не проблема была помочь Кипру, но вот именно решили устроить вот так вот, потому что тема с офшорами уже, а это наболевшая достаточно тема в еврозоне в том числе, поэтому вот решили устроить вот такую вещь, и, в принципе, вот я говорю, как отреагировали рынки, в принципе, достаточно, то есть я думал, что будет хуже. То есть, в принципе, не чувствуется, что там какой-то колоссальный отток капитала. — Ну, а вот в случае со Словенией, там никаких подводных вот этих мин сложно обнаружить? — Я думаю, что нет, там как-то, вот, я не знаю, да, как бы Кипр и Греция — это как бы звенья одной цепи, то есть с Греции там были другие проблемы, то, что она периодически вырастала какую-то неправильную статистику, предоставляла, то есть обещала выполнить там определенные обязательства и не выполняла, то есть у Кипра оказались проблемы еще с тем, что вот не понравилось многим то, что он офшор, вот так вот, скажем так, решили не помогать. — Любопытно. — Хорошо, хорошо, значит, времени не так много осталось. Последнее, давайте, что мы с вами успеем сегодня обсудить. Ну, если можно, Олег, давайте, на ближайшие перспективы, ближайшие перспективы, опять связанные со статистикой, ожидаемой на этой неделе, на следующей, да, и до конца, может быть, даже второго квартала, на что прежде всего надо обращать внимание, чтобы вновь под раздачу вот под эту не попасть, как в пятницу и сегодня. — Ну, по американскому рынку, безусловно, наиболее важные — это безработица, да, недельные данные, там, по-моему, по объему пособий, пересмотренные данные по ВВП, промпроизводство. Все ключевые индикаторы, которые там имеют еженедельную, соответственно, либо там более реже, как бы, статистику, да, то есть их, безусловно, стоит отслеживать, да, то есть, ну и, кроме того, какие-то возможные, какие-то внезапные явления, как там объявление, там, я не знаю, там, дефицита больше, чем ожидали, или там ВВП ниже. — Ну и плюс сезон отчетности, да, продолжается в ближайшие годы? — Конечно, да, сезон отчетности, безусловно. — Максим, на твой взгляд, на что надо смотреть прежде всего сейчас? — На первом плане сейчас, безусловно, сезон корпоративных отчетностей, как я уже сказал, то, что сейчас, несмотря на то, что большинство компаний считались по прибыли лучше ожидания, выручка снижается, это негативный фактор, то есть, не исключаю коррекции, я бы, если кто инвестирует в американские акции, сейчас бы тоже призывал, в том числе и там, искать уже какие-то защитные акции, например, акции, там, здравоохранения. — То есть, на предмет вот этой вот коррекции все же ожидаемый, да? — Да, да, потому что я не исключаю, если и дальше такое будет наблюдаться, то, что компания по-прежнему будет отчитываться по выручке хуже, ожиданий, и снижение выручки вообще будет, то это негативный момент, и не станут покупать дальше рынок на такую отчетность, то есть, прибыли-то, понятно, там можно какие-то бухгалтерские манипуляции сделать, а вот выручка, да. — Спасибо огромное, Олег Подымников и Маких Зайцев были сегодня в студии, уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, как всегда, увидимся завтра, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова